МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на Первом Карагандинском. В студии Ямера Мгульсал Кимбаева. В начале выпуска коротко о главном. В летниках Центрального парка Караганды царит антисанитария. Правда о том, что происходит за кулисами и чем грозит ужин в уличном кафе, расскажем сегодня в выпуске. Наличие нитратов в овощах и микробов на прилавках местного рынка не наблюдается. Это показал сегодняшний тест на безопасность продуктов питания. В Караганде провели необычную акцию – флешмоб женственности. Более ста карагандинок в платьях и свинками на голове дарили прохожим шарики и сувениры. Летние кафе в Караганде напоминают декорации к фильмам ужасов. Доказательство этому – полная антисанитария в летниках Центрального парка. Правда о том, что происходит за кулисами и чем может грозить ужин в уличном кафе, расскажет Фариза Улбаева. Летом, как грибы после дождя, на каждом шагу вырастают летние кафе. Сколько раз люди травились после таких обедов и все равно упорно приходят снова. Внимание, после этих кадров вы вряд ли захотите есть шашлык в парке. Мясо лежит на грязном обрывке картона, вокруг летают мухи. Шашлычники едва успели надеть футболки, чтобы не попасть в кадр раздетыми по пояс. Как известно, центрального водопровода здесь нет и в помине, а значит мыть продукты и посуду просто негде. О санитарных книжках здесь не идет и речи. К полотенцу не хочется даже прикасаться, но клиентам предлагают вытирать им руки. В умывальнике плавают мошки, на стенах виден налет. В следующее кафе журналистов даже не пустили. Сказали, что на кухне идет ремонт, поэтому делать там нечего. Однако зал работал, официанты терпеливо ждали клиентов. Примерно такая же ситуация царит в большинстве точках общепита парка. Водопровод, оказывается, есть только в двух заведениях. Будучи жителями 21 века, мы жутко опрадовались обычному крану с холодной и горячей водой. Еще одна беда – запах дыма, который заполняет парк в середине дня. Шашлычники должны устанавливать на мангалы специальные фильтры, но их практически нигде нет. Еще одна набившая оскомину тема – туалеты. В парке их попросту нет, а в итоге страдают кусты и деревья. Многие жители говорили о том, что кусты служат укрытием для разного рода недобросовестных посетителей парка, которые используют эти кусты в качестве общественных туалетов. Поэтому в данный момент мы производим подстрижку живой изгороди и обрезку порослей, которые мешают расти деревьям. Если уж быть совсем объективным, туалеты в парке стоят, только вот работают далеко не все. Их здесь немало, но все закрыты. Оказывается, за них отвечают вышеуказанные кафе. Пускают в них только своих сотрудников и клиентов. Убирают в лучшем случае раз в день. Получается замкнутый круг. Предприниматели не хотят содержать туалеты за свой счет, но при этом не вводят за них хотя бы минимальную плату. Чиновники говорят, что туалет должен содержать бизнес, но при этом никак его не поддерживают. Проблему поднимали не единожды и каждый раз ее обещают решить. В отделе коммунального хозяйства сообщили, что скоро в парке установят три стационарных туалета. Но разве этого достаточно? Фаризол Баева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Наличие нитратов и болезнетворных микробов в овощах и на прилавках местного рынка не наблюдается. Это показала сегодняшняя акция «Тест на безопасность», организованная Департаментом охраны общественного здоровья Карагандинской области. На центральном рынке города каждый покупатель может проверить продукты на качество. Белые халаты, медицинские маски. На центральном рынке среди колб, растворов и продуктов питания работают лаборанты и специалисты Департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области. В целом пока положительные продукты не выявлены с превышением содержания нитратов. Здесь проводится не только на содержание нитратов, но и на лабораторические виды исследования, на общее микробное число. В случае, если будут факты выявления превышения содержания нитратов, в основном это нитраты, на сегодняшний бич, в этот сезон нитратов идет. В этих случаях данная партия продукции не будет реализовываться. Если такие факты будут выявляться, непосредственно уже верностная лаборатория информирует наш департамент, информирует департамент внутренних дел. При этом отдаются сведения о владельце автомашины, марке и так далее, фамилии моих владельцев, что в дальнейшем данная продукция стихийно не реализовалась. Свои покупки на качество и отсутствие болезнетворных микробов проверяли многие, нареканий продукты не вызывали. Но еще раз убедиться в их безопасности не помешает, тем более процедура бесплатная. После долгой зимы все спешат восполнить недостаток витаминов, поэтому карагандинцы покупают много фруктов и овощей. Возле специалиста отдела токсикологии и пестицидов выстроилась очередь. Если вредных микроорганизмов на продуктах много, то в пищу употреблять не стоит. Возможно, отравление, говорят специалисты. Потому лучше проверять свои покупки. Сегодня это смог сделать каждый желающий. Сегодня проверку прошли больше 90 овощей и фруктов и 10 продовольственных товаров. Незначительное наличие нитратов было выявлено в одном арбузе, дыне и винограде. В течение месяца сейчас мониторим продукцию, это качество, ведомственная лаборатория. Пока к нам такие электронные свиньи не поступало. И со свежей продукции пока она не поступала, не появлена. Огурцы, помидоры, редис, капуста, а также экзотические фрукты. Сегодня проверила рыбную и овощную продукцию Лидия Старчева. Датчики показали, что все в норме. Я купила помидоры, проверили нормальные, хорошие. Почаще бы приходили, и мы бы почаще проверяли продукцию. Съедобно она нет. Чаще всего нитраты превышают норму летом, отмечают специалисты. Акция будет проходить со 2 по 4 августа в рынке ШГС. Фариза Албаев, Жаксол Кнурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Столичный общественный фонд «Право» стал обладателем гранта-центра гражданских инициатив, поддержанного Министерством по делам религии и гражданского общества. Теперь на выделенные деньги фонд будет создавать зоны социальной поддержки лиц в контакте с законом, а также заниматься вопросами ресоциализации осужденных без изоляции их от общества. О планах на будущее руководитель фонда рассказала на встрече в областном филиале партии «Нуратан». Обеспечение постадаптационного сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Такова главная цель гранта, который выиграл общественный фонд «Право». Среди прочих предусмотрено проведение ряда семинаров с участием представителей правоохранительных органов, образования, здравоохранения и комиссий по делам несовершеннолетних. Один из таких семинаров и прошел в здании областного филиала партии «Нуратан». Нам в первую очередь необходимо выстроить саму систему оказания социальной помощи этой группе детей. Они в первую очередь нуждаются, потому что взрослый человек самостоятельно может какие-то вопросы решить. А подросток, который впервые столкнулся с законом, когда его судили за совершение каких-то преступлений, если он возвращается из спецшколы, если он возвращается из места лишения свободы, он требует сопровождения социального. Особенно, если его семья является одной из группы социально уязвимых. В рамках семинара участники обсудили основные направления, связанные с социальной реабилитацией несовершеннолетних, а также женщин, находящихся под пробационным контролем. Без внимания социальных работников не останутся и несовершеннолетние лица, находящиеся под следствием и вернувшиеся из мест лишения свободы. В ходе обсуждения на семинаре рассмотрели вопросы внедрения новых технологий в работе по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе повторных. По итогам всех семинаров, в рамках гранта общественный фонд планирует создать пять центров по принципу работы Центра социальной правовой поддержки. Андрей Тенжек, Сулк-Нурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде проводится широкомасштабная агитационная работа по привлечению граждан к сотрудничеству с Фондом обязательного социального медицинского страхования. На днях к работе подключились и сотрудники дорожно-постовой службы, с помощью которых медики разъяснили карагандинским водителям все преимущества реформы здравоохранения. В помощь медикам сотрудники местной полицейской службы инспекторы останавливают водителей и вручают им памятки, в которых доступно рассказано обо всех преимуществах работы Фонда обязательного социального медицинского страхования. Стоит отметить, что уже с начала года ведется довольно-таки агрессивная агитационная кампания. Но еще один метод не будет лишним, решили в городском штабе по внедрению медицинского страхования. Но возникла необходимость подключить все ресурсы, которые есть у города, поэтому решили организовать такой специальный декадник, который называется «Мы за ОСМС», при котором задействованы сотрудники МПС УВД города Караганды. Также хотим отметить и довести до сведения горожан, которые получат эти буклеты информационные, в которых есть вся информация по медицинскому страхованию, что при возникновении каких-либо вопросов вы можете также обратиться по контактным телефонам, которые там указаны, и по электронной почте. Организаторы мероприятия также особо подчеркнули, что уже сегодня всем гражданам необходимо определиться со своим статусом и закрепиться в конкретном лечебно-профилактическом учреждении. Напомним, что с 1 июля взносы в размере 2% от дохода за своих сотрудников начали отчислять все предприятия страны. Предприниматели будут платить за себя и своих сотрудников. За социально незащищенных граждан платит государство. Самозанятые граждане взносы производят сами за себя. Чтобы жителям было проще определиться со своим социальным статусом, через интернет-портал электронного правительства можно узнать все данные. Фаризол Баова, Андрей Тен, Жахсул Гнурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Министерство образования и науки Казахстана запретило публично делать подарки нуждающимся семьям. И все это для того, чтобы не допустить социального расслоения в детском коллективе. Однако это не отменяет широкомасштабные акции «Дорога в школу». В прошлом году по итогам акции в Карагандинской области было охвачено 29,5 тысяч детей. Их обеспечили школьными принадлежностями на общую сумму 280 миллионов тенге. Десятый год в Караганде, как и по всей республике, проводится широкомасштабная акция «Дорога в школу». Бизнесмены, чиновники и просто неравнодушные люди оказывают посильную помощь в сборе детей в школу из малообеспеченных и многодетных семей. Но в этом году Министерство образования и науки рекомендовало не дарить подарки публично, дабы не возникало социального расслоения школьников. Именно поэтому областное управление образования организовало встречу с меценатами без главных виновников предстоящего торжества. Ежегодно в преддверии нового учебного года во всех регионах Казахстана проводится благотворительная республиканская акция. В этом году она проходит под девизом «Мой выбор – помощь детям». Сегодня стартовала акция «Дорога в школу». Она продлится до 30 сентября текущего года. Цель акции – помочь детям, родители которых не могут, скажем так, идти и собрать в школу. Каждый год акция привлекает все больше и больше количества спонсоров. Соответственно, мы благодаря этой акции можем помочь большему количеству детей. Неравнодушных людей в Карагандинской области много, но все же главными спонсорами становятся бизнесмены. По мере своих финансовых возможностей многие предприниматели берут шефство над целыми семьями. Сейчас в данный момент мы принесли портфель, рюкзаки вместе с принадлежностями. А вообще ежегодно, в зависимости от того, что необходимо детям. То есть это может быть одежда, это может быть обухо, это может быть полностью одеть ребенка и подготовить в школу. То есть зависит от того, что необходимо ребенку, каждому из тех детей, которые нуждаются в этом. И от этого зависит, соответственно, тот объем помощи, который производится. Тот объем детей, который есть, то есть он предлагается для предпринимателей, для депутатов городского маслехата. То есть кто хочет, пожалуйста, выбирай детей. И каждый, там, необходима обувь, одежда, куртка и так далее, то есть, соответственно, покупается это. Необходимо принадлежности для школы, рюкзака и так далее, соответственно, приобретается. Главная и единственная цель акции – не допустить, чтобы дети в новом учебном году не пришли в школу из-за отсутствия одежды, обуви и канцелярских товаров. В компании принимают участие и многие общественные объединения. Я, конечно, призываю, как и гражданский сектор, с которым мы общаемся, и всех присутствующих, предпринимателей, государственных служащих, поддержать эту акцию. А мы со своей стороны, наши всегда, 10 портфелей мы себе закладываем и 10 портфелей мы даем. Вот в область мы привезли 4 портфеля, 6 город, и у нас есть 2 семьи, которые мы на протяжении нескольких лет попечительствуем над ними. За 9 лет участники акции «Дорога в школу» подготовили 280 тысяч детей к новому учебному году. В областном управлении образования открыта специальная горячая линия, по которой можно узнать всю информацию, чтобы стать спонсором. После этой встречи все меценаты собрали подарки и отправились на личную встречу со своими подопечными. Андрей Тензи, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В первый день последнего летнего месяца карагандинки прошлись по улицам города, даря всем хорошее настроение и подарки. Такая программа стала возможной благодаря 9-му международному флешмобу женственности. В Караганде прошла необычная акция – флешмоб «Женственность». Ежегодное мероприятие стало рекордным по количеству участниц. Более 100 карагандинок с платьями и веньками на голове дарили шарики и сувениры прохожим. Все дарили хорошее настроение и праздник. Одна из них – 19-летняя студентка Ангелина Зелепукина. Она участвует в фестивале уже второй раз. Очень женственный, красивый, что девушки все красивые приходят. Хотят подарить людям праздник вот этот, показать, насколько они женственные, красивые, чтобы они знали об этом. Что хотят люди приносят – шарики, открыточки, конфеты там, детям могут дарить. В основном это девочки, бабушки, женщины, чтобы подарить им праздник вот этот, повторюсь я еще раз. В шахтерской столице женственность шагает по улицам уже пять лет. Самый первый флешмоб прошел в 2013 году. В 2014 году организатором выступила Евгения Хмелевская вместе с группой девушек. А с 2015 берет на себя ответственность за организацию флешмоба женственности Юлая Горбачева. В этом году к ней присоединились Дарья Поморцева и Анастасия Кулакова. Очень много творчества у девушек начинается развиваться. Они нам все присылают фотографии, как они подготавливаются к этому всему, как они веночки делают, как они девочкам, своим дочерям делают платье, шьют сами. То есть это даже творческий процесс сразу. И какой-то еще праздник, вообще еще один создается. Международный флешмоб женственности – акция, которая проходит в разных странах 1 августа. Ее цель – дарить людям улыбки без повода и заставить девушек и женщин поверить в свою красоту и силу. Первый такой флешмоб состоялся 1 августа 2012 года. Он собрал 1500 участниц из 90 городов и 9 стран. Фариза Албаева, Жахслух Нурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 3 августа потребители поселка Сортировка, рабочего поселка и Компанейска на время останутся без питьевой воды. Компания КарагандыСу сообщает, что подача воды будет прекращена в связи с аварийно-восстановительными работами. Населению рекомендуют иметь суточный запас питьевой воды. Компания приносит извинения за временные неудобства. Это была последняя новость на сегодня. Если вы захотите поделиться интересной информацией, вы можете позвонить к нам в редакцию по номеру 420649. А я с вами прощаюсь, Аман Сау Волмсдар. Субтитры создавал DimaTorzok